Приветствую вас, давайте пройдемся по вашей проблеме, да, давайте пройдемся по вашим ситуациям и попробуем помочь вам разобраться с тем, что у вас произошло. Значит, смотрите. Во-первых, как так получилось, что вы 37 лет, а один до сих пор без своей жены. Как так получилось, что у вас нет супруги, нет девушки, нет женщины. 37 лет. С чем это связано? Согласитесь, это довольно важный вопрос, потому что без него нельзя будет понять, что вами вообще движет, и почему вы оказались в этой ситуации. Ну, в своей ситуации, вот в которой у вас сейчас. То есть, ну, на мой взгляд, понятно, что вам нужна женская ласка, понятно, что вам нужна женщина, и понятно, что без женщины, вам плохо, но это естественно, это нормально, это нормально, что без женщины вам тяжело. Было бы странно, если бы как-то было бы иначе. Но другое дело, что у вас как-то получилось так, что вот вы без женщины в какое-то время. И вот, соответственно, вопрос, в том, что вы заключаете, как и почему вы без нее, без нее, да? Это вот первый момент. Нужно проанализировать именно ваши отношения с противоположным полом. Нужно проанализировать именно то, как у вас складывались отношения, и почему ничего не получилось. Это первое, первое. Каковы отношения между женой нашего друга и другом? То есть, если между ними какие-то проблемы, например. Если проблемы есть, то, соответственно, женщина не счастлива, и, соответственно, вы можете это попробовать. Но, опять же, это только при условии, если у вас к ней именно любовь, именно влюбленность, а не просто сексуальное желание. Потому что, потому что, вот, то, что вы описываете, это очень похоже именно на сексуальное влечение, и ни в коем случае не похоже, это на какую-то любовь, какие-то чувства. Потому что у вас именно в влечениях к ней. Значит, в остальном, в остальном, вам действительно не стоит находиться, потому что вы можете не удержаться. И если вы не сможете найти себе, ну, девушку, например, в том вот городе, в том месте, где вы живете, если вы не сможете как-то удовлетворить свои потребности в, допустим, том же сексе, то лучше, действительно, вам уехать и сказать, например, что у, ну, например, у ваших родных, там, проблемы, да, и что вам нужно и помогать, там, или просто, что вы себя плохо чувствуете, что почувствовали, там, недомогание какое-то, да, и так далее. Вот. То есть, ну, в принципе, все можно сделать, все можно, все можно реализовать при желании, главное, чтобы это желание было у вас. Это вот такой момент. Ну и, естественно, доверие друга обманывать не стоит, да, то есть, если у него есть жена, если у него все хорошо, если вы чувствуете только сексуальное влечение к ней, то это, конечно, совершенно не одно жаль, что вы должны, там, с ней вступать в связь и терять друга. Ну, проще вам будет свою потребность удовлетворить. Вот вы можете так же сказать ему другу, слушай, а где здесь есть, там, девушки, с которыми можно познакомиться, ну, так, на ночь, например. Уверен, друг вас познакомит, и это будет куда более честным отношением к нему и к его жене, чем все остальное. И я уверен, что если у вас будет партнер, то жена потеряет свою привлекательность для вас, ну, или, по крайней мере, не будет вызывать уже такие ощущения, как она вызывает сейчас. Ну, вам нужна ваша основная проблема в том, что в 37 лет вы один без семьи. Вот это вот ваша основная проблема. И эту проблему нужно решать с психологом, потому что по-другому вы рискуете просто быть один и рискуете вот так вот все время страдать по этому поводу. То есть именно вот по поводу того, что вы одними, что вам не хватает женского внимания, тепла, ласки и любви. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.